Я считаю, что позволяет достигать успеха человеку только одно качество – это целостность внутри. Принять себя таким, какой он есть, со своими слабостями, со своими сильными сторонами. Если он будет честен в этом, то тогда он будет целостен, и не только целостные люди притягивают к себе. Он смог прикинуть к себе не только успех в бизнесе, но и интересных людей. Именно он организовал семинар Джо Виталий в России. И это будет его история. История, которая поможет узнать закон притяжения еще с одной стороны. Нам необходимо разорвать шаблон мыслительный, который у вас есть, по которому вы принимаете решение, чтобы появился новый шаблон. Увидеть новый инструмент, как вы принимаете решение. Вот в будущем, то есть я когда-то открою, но это уже есть, и вам нужно сюда прийти. 30 критериев этого предмета. Пожалуйста, любых. Поехали. Научить правильно ставить задачи и решать их. Вот уже более 10 лет Максим Сумароков учит этому мастерству. Узнать о профессии ему, в свою очередь, помог тренинг личностного роста. Именно тогда, в 96-м, будучи простым военным, он решил кардинально изменить свою жизнь и профессию. Я понял, что есть инструменты, которые работают, и работают они для большого количества людей, не взирая от каких-то индивидуальных особенностей. Те открытия и те вдохновения, которые люди получают от тренингов, они меня вдохновляют на этом пути. Я понимаю, что мой путь верный. Стать на верный путь в свое время помог учитель Мирзакарим Нарбеков, автор уникальной оздоровительной методики. Именно с курсов по этой системе Максим начал осваивать профессию тренера. Новые горизонты, новое образование. Максим закончил Санкт-Петербургский университет педагогического мастерства и стал педагогом-психологом. Мне хотелось большего. Хотелось, может быть, меньшей системности и большего вдохновения, большего таланта, большего креатива, большей свободы. И я просто потихонечку начал строить собственный бизнес. Потому что мне кажется, что самое легкое или, скажем так, самое интересное для людей – это эмоции. И бизнес тренингов лежит в сфере эмоций. Это все, что приносит деньги. Потому что из-за эмоций мы совершаем те или иные поступки. Первыми слушателями уже независимого тренера-консультанта Максима Сумарокова стали те, кто бывал на его курсах раньше. Тогда развивать бизнес начал с помощью приобретенных знаний и интуиции. Четко поставленная цель, стремление к ней и результат не заставили себя долго ждать. Так пришла известность, а вместе с ней солидные приглашения. Проводить тренинги Максим стал за пределами родной страны. В Израиле у меня был шикарный опыт. Я делал оздоровительные тренинги. И люди были не русскоговорящие, но у них были шикарные результаты. И, например, в Америке в 2005 году я проводил для брокеров с Уолл-стрит тренинги. Тренинги по развитию интуиции. Это был великолепный опыт. Я заметил, что в моей жизни то, что я делаю, это вовлекает людей в то, что я делаю. И мне это получается легко. Поэтому я думаю, что люди притягиваются именно на вот эту, не знаю, лидерскую составляющую, что ли. Потому что то, что происходит со мной, может происходить с любым другим человеком. То есть помимо того, что это происходит само собой, я это притягиваю. То есть я ставлю какие-то цели, и я начинаю не только думать или медитировать об этом. Я совершаю некоторые шаги. Эти шаги приводят к конкретному результату жизни. Как в моей жизни, так и в жизни моего окружения и тех, кто посещает мне тренинг. Связи и возможности со временем увеличились. Появилась идея развивать персональное партнерство. Максим одним из первых стал организовывать семинары известных мировых тренеров в России. В 30 лет редко кто может похвастаться такими достижениями. Я саморазвиваюсь, хожу на тренинги, читаю книжки. Читал книжки, мне книжка эта нравилась, и я понимал, что я могу это сделать. Ну, не просто ждать, когда тот или иной человек появится в моей жизни. Я поднимал трубку, находил офис этого человека, да, и приглашал в Россию. То есть я тем самым притягивал в сети события, которые происходят вокруг этого человека. И получается, свое поле совмещалось с этим полем. Потому что мне очень нравится международный формат. Так в разных городах нашей страны прошли тренинги Брайана Трейси и Бода Шеффера. А совсем недавно уже успешному бизнесмену в руки попала книга «Секрет притяжения». Окончательно убедившись, что жизнь действительно без ограничений, Максим пригласил автора более 20 бестселлеров Джо Витали в Россию. Когда у нас был уже контакт с Джо Витали, и мы вели переговоры с офисом, как-то очень интересно получается, что я попал в эту волну «Секреты притяжения». И все происходило самому собой. То есть появлялись партнеры, как будто бы ждали только меня, что я им скажу, что приезжает Джо Витали. Появились какие-то партнеры-агенты тренинговой центры, которые согласились быть агентами по продаже билетов. Как-то само по себе подтягивались люди, которые говорили, что да, здорово, мы поможем организационно со своей стороны. Все происходило легко. Я считаю, это большой заслугой как и Джо, так и своей, потому что мы были соностроены вот в этом «Секрете притяжения». То есть я четко понимал, что я хочу, что я принесу людям приездом Джо. И это происходило самостоятельно. То, что я увидел, Джо действительно притягивает. И он притягивает это легко и быстро. И он великолепный маркетолог. Это 100% то, что я увидел. Это как в зале, так и за залом у него происходит. Вот он что-то сказал, что он что-то хочет. Это и появляется в его жизни в течение суперкороткого времени. Начиная от часа, заканчивая всего лишь сутками. Это происходит в его жизни. Это здорово. Два семинара в Москве и Новосибирске уже не фантастика. Обмен профессиональным опытом, осуществление мечты. И все это время звезда Джо Виталий не перестает удивлять. Есть, наверное, в этой звездности всегда две стороны. Есть обычный парень Джо Виталий и есть звезда Джо Виталий. Естественно, звезда Джо Виталий ездит на лимузине. Он любит комфорт. И мне кажется, лучшей машины, комфортной машины, где бы человек сидел, нет, чем лимузин. Он доступен в общении. Но то, что он увидел в России, как его встретили фанаты с плакатами, когда он только-только прилетел, для него это было таким приятным сюрпризом. И он увидел, что в России его знают. Этот приезд, первый приезд Джо Виталий был абсолютно расписан поминутно каждый день. Единственное, что он успел сделать в Москве, посмотрите, в Москве это Кремль. И то недолго, это длилось всего полтора часа. Но мне кажется, у него очень положительное впечатление вообще о России, о людях, о нашей архитектуре, о наших городах. Потому что он побывал, как и в столице, которую знают иностранцы. Он побывал в Санкт-Петербурге, которую сравнивают с северной Венецией. И он побывал в центре Сибири. А Сибирь, я не знаю, наверное, у них ассоциируется с чем-то очень страшным, далеким. Он побывал там, и он увидел, что там живут такие же люди, и эти люди соностроены вместе с ним. Они знают, что такое секретное притяжение, и они готовы обучаться. Этот опыт партнерства стал очередной ступенью в развитии. Сейчас есть команда единомышленников и успешный бизнес. Он к этому стремился и смог притянуть. Теперь строит новые планы на будущее. Среди них очередная заветная мечта – стать тренером международного формата. И это важно, а значит реально. Используя закон притяжения, нужно действовать и реализовывать себя. Продолжение следует...